16 тысяч рублей. Такую сумму жительница Заречного потратила на детские товары, заказанные через страничку социальной сети ВКонтакте. Оплатив покупку вместо ожидаемых санок, коляски, одежды и игрушек, женщина не получила ничего. Ни денег, ни заказа, ни продавца. Стандартная ситуация, в которую нередко попадают пользователи интернета. Обманутая Зареченка сразу обратилась с заявлением в полицию. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Спустя некоторое время в ходе служебной командировки сотрудники правоохранительных органов разоблачили преступников. У нас были установлены фигуранты, причастные к совершению данного преступления. Ими оказались три сестры, жители Тверской области. Уголовное дело мы считаем уже раскрытым. Также бы хотелось сказать, что нашими сотрудниками были установлены дополнительные факты преступной деятельности. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 400 тысяч рублей. Порядка 50 эпизодов по всей стране. Также от действий этих гражданок у нас пострадали 5 человек с Пеннинской области. Сейчас проводим следственные действия, то есть будем принимать решения о направлении уголовного дела в Тверскую область. Социальные сети – одни из любимых интернет-площадок мошенников. В отличие от сайтов купи-продай, здесь не размещены официальные данные организаций. Поэтому проверить подлинность страниц гораздо сложнее. Преступники с успехом используют и уже существующие аккаунты. Взламывают чужую страницу и, получив доступ к списку контактов, рассылают от имени другого человека похожие сообщения с просьбой перекинуть на банковскую карту определенную сумму денег. С такой ситуацией на днях столкнулся еще один зареченец, который не пожалел для лжедруга три с половиной тысячи рублей. В случае, если приходят подобные сообщения на телефон, в соцсетях, ни в коем случае денежные средства никому не отправлять, не перечислять, связаться со своими друзьями, товарищами, уточнить, требуется, но денежные средства попал он в беду, не попал. По статистике, львиную долю всех преступлений составляют именно мошенничество в интернете. Поэтому при совершении покупок через всемирную сеть следует быть максимально бдительными и использовать только проверенные сайты. Анна Литвинова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».